Чтобы наш сайт заработал, чтобы наш сайт открывался в интернете, нам нужно привязать к сайту домен. Заходим на сайт reg.ru, регистрируемся под своими данными и нам нужно приобрести какой-то домен. Как нам выбрать домен? Например, аренда тамбов. Смотрим, подобрать. Домен свободен, арендате дефис тамбов.рф. Допустим, нас это устраивает. Нажимаем на иконку покупки. И стоимость нашего домена 119 рублей. Перейти к заказу. И для того, чтобы оформить этот домен, смотрите, у вас могут с правой стороны появиться дополнительные услуги. Выключаем их все, они нам не нужны. Мы уже платим за хостинг и за все остальное, благодаря тому, что мы платим тому конструктору. Наш заказ 119 рублей. Стоимость этого домена. Регистрация на один год. Раз в год нам нужно будет продлевать. Нажимаем на кнопку оплатить. Вводим свои паспортные данные. Если этот домен регистрируете на себя, как на физлицо, либо данные юрлица, переходите по ссылкам рекомендационным, которые здесь будут отображаться и оплачиваете. Вам придет на почту уведомление о том, что вы стали владельцем данного домена. На этом не все. Допустим, вы купили этот домен. Возвращаемся. 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 Прервать. Теперь важный момент. Домены. Так, личный кабинет. Личный кабинет. Можно перейти во вкладку домены, если вы не видите свой домен. И у вас здесь будут отображаться все домены, которые вы купили. Допустим, вам нужно будет настроить DNS сервера. Нажали на ваш домен, провалились в управление. И нужно перейти во вкладку DNS сервера управления доменной зоной. Изменить. Нам нужно изменить список DNS серверов. Здесь у вас будут стоять другие. Нам нужно изменить именно на эти, которые здесь установлены. Как их изменить? Проваливаемся. С правой стороны есть иконка карандашика «Изменить». Пролистываем вниз. Укажите свой список DNS серверов. Первое имя сервера. Вот оно. Пропишите. Возможно, я оставлю под видео, чтобы вам было удобно. Чтобы вы не искали, где скопировать или неправильно могли, или могли бы ошибиться во время написания, чтобы исключить эту ошибку. Добавить еще DNS сервер. И добавить четвертый DNS сервер. Все. У нас должно быть четыре сервера. Нажимаем «Сохранить». У вас спрашивают «Изменить DNS серверы». Нажимаете «Да». Дальше выходит окошко, что DNS серверы могут обновляться до 24 часов, то есть сутки. Этот домен сутки отлеживается. Потом что мы делаем? Мы берем, копируем наш домен. Допустим, наш домен отлежался, уже прошло больше суток. Возвращаемся в наш конструктор. Переходим на нашу страницу, которую мы создали. Переходим в раздел «Настройки». И с левой стороны у нас раздел «Домены». Добавить домен. Вставляем сюда наш домен. Проверить. Говорит, что используется на другом сайте, но ничего страшного. Нажимаем «Добавить», «Подтвердить». Когда здесь появится зеленая плашечка, домен считается перенесенным. DNS сервера сменены. Здесь нужно обязательно еще убедиться в том, что сертификаты для HTTPS включены. Когда нужно подождать приблизительно час, и здесь пропадет замочек, здесь голубенькая плашечка станет более яркой. Это будет свидетельствовать о том, что сертификаты HTTPS подключены. Все. Настройки мы закончили. Для продвинутых можно еще парочку настроек произвести. Например, провалиться в настройке самой страницы и вместо слова «главная страница» прописать что-то для гостей. Потому что, когда вы будете отправлять ссылку на ваш домен, ваш домен вашим гостям, вместе с доменом будет подтягиваться информация, которая будет прописана именно здесь. Добрый день, рады вас приветствовать. В гостях. Сохранить. Видите, у нас сразу здесь появилась эта надпись. Здесь будет отображаться наш домен, а здесь будет отображаться эта наша надпись, когда мы будем отправлять эту ссылку нашим гостям. В целом, мы закончили. Что, я вас поздравляю. У вас есть готовая рабочая инструкция для ваших гостей, арендаторов, которая очень сильно упростит вам жизнь. Буду очень рада, если вы дадите обратную связь. Понравилось, не понравилось. Что именно понравилось? Напишите комментарий, поставьте лайки какие-нибудь. Это будет самый суперский для меня эквивалент. Слово спасибо. Если не хочется самостоятельно делать, проделывать эти все манипуляции, создавать сайт, вы всегда можете обратиться ко мне, к моей команде. Ссылки на себя оставлю в описании.